Мы еще выслушаем Слова Божья. Это послание апостола Павла в Галатийской церкви, о которой он очень переживал, потому что церковь шла вначале правильным путем, потом явились люди, которые навязали закон этой церкви и переживания, апостол много давал им наставления. И в 6 главе 7 стиха он предупреждает их, и при том предупреждает очень сурово. Не обманывайтесь, Бог поругает, не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Сеющий в плот свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Вот такое предупреждение апостол Павел дал верующим в Галатийской церкви. Не обманывайтесь. Дорогие, сколько обмана в мире. Люди друг друга обманывают, и сам человек порой обманывается. А сколько ругательств в этом мире, это страшно. Как только Адам согрешил, сразу пошла ссора семейная, ссора между мужем и женой, и ссора между детьми, и пошло ругательство. Люди ругаются, страшно обзывая друг друга. Ужасно. Вот, ну, человека-человека тоже обозвать это уже преступление. Этим же языком, говорит, мы славим Бога, да, и этим же языком проклинаем человека, который создан по образу Божию. Как же так можно делать? И все-таки, вот, ругательство, я не знаю как, но нет такой семьи, наверное, где бы не было вот этих ненужных слов. Но люди ругают даже Бога. Это страшно, люди ругают Бога. Вот я получил записку один, говорит, обзывая Бога самыми ужасными словами, неужели Бог не накажет? Как мы прочли, Бог поругаем, не бывает. Что человек посеет, он и пожнет. Это доказано жизнью. Доказано жизнью. Как-то одна неверующая, ну, она была, вероятно, член партии, все такое, а мать ее верующая, она ее приглашала, дочка, пойдем в собрание. Вот, хотя брат говорит, не надо навязывать, но нужно звать людей к Богу. А как же? Если не будет призывающего, как придут? Придут, когда их призывают. Дочка, пойдем в собрание. Там послушаешь, проповедь о Боге. Да если я туда пойду, я там всех вас разгоню. Смотрите, какая дерзость. И что ж, Бог прервал ее жизнь в расцвете лет. Ну, кто ты такой, человек? А ведь люди ругают Бога. Можно поругать Бога и поступкам. Мы верующие, но по нашей жизни судят нас. Ты хоть вот им разговорись о Боге, но если ты не ведешь хорошую жизнь, проповедь твоя тщетна. Ты жизнью покажи, жизнью. А то, может быть, ты жизнью-то и ругаешь Бога. Они говорят, вот говорит-то он хорошо, а живет как? Вот так, дорогие. Поступками мы можем тоже ругать Бога. Упорным непослушанием. Когда Бог зовет раз, другой, третий, я знаю человека, который удержал себя от покаяния раз, другой, и потом не может прийти больше. Не может, его не касается. Никакая проповедь не заставит сдрогнуть его сердце. Почему? Да он не послушал зоба Божья. Не послушал. Он этим огорчил Бога. Когда мать зовет дитя, и дитя не хочет слушать, разве она не огорчается? Огорчается. Ты что, говорит, глухая или глухой? Ты что, не слышишь? Когда Бог тебя зовет, а ты не хочешь слушать, ты огорчаешь его. Люди горды, вы помните, как Бог наказал фараона за его гордость? Когда Моисей пришел и сказал, так говорит кто? Господь! Отпусти народ мой! Что сказал фараон? Я Бога не знаю, и народа не отпущу. Кто такой Господь? Видите, как он надменно заявил? Потом Бог ему показал, кто он. Да, дорогие? Гордым Бог противится. Да. И Бог говорит его, можешь ли смирить ходящих горда? Да, Бог смиряет. Помните на выходоноса? Он гордый был. Да, он имел огромное царство. Он покорил все народы. Он построил Вавилон, который сейчас приводит людей в восторг, своей архитектурой. И вот поэтому он возгордился. И он начал себя, что делать? Хвалить. Не Бога славить, а себя хвалить. И Бог сделал его каким? Безумным. Безумным. Отнял у него разум. И этот человек стал безумным. И как животное бродил с дикими животными. Оброс весь. Вот так. А когда прошло определенное время, Богом разум вернулся. Он пришел, и его снова посадили царем, потому что знали, каков он был. И он тогда помолился Богу. Что он сказал? Ты, Бог, можешь смирить ходящих гордах. Вот так, дорогой друг, если ты еще гордишься, смотри, Бог может смирить тебя вот таким же образом. Отнимет разум. И кто же ты будешь? Кто? Дорогая душа, не поругай Господа. Мы некоторые просто дикой враждой к Богу. Вы помните, как мы жили в стране, где люди течили своим безбожием. И тогда они пожинали, и сейчас еще продолжают пожинать то, что они сеяли. Везде кругом разруха. Нет ничего такого, чтобы было твердым и незыбленным. Все шатко, все валится. Почему? Люди тогда гордились безбожием. Они сейчас пожинают, и тогда пожинали. Так, дорогие, есть примеры, когда люди пренебрегали Богом. Как вы помните, первый мир размножился, хотя Енох был единый праведник, который предупреждал людей. Люди, что вы делаете? Сыны Божьи что делали? брали дочерей человеческих. Вот. Енох говорил, нельзя этого делать. А, ты старик, чего ты понимаешь? Вот эта молодежь, она уж все понимает. А старики чего не понимают? И разложился, что? Мир разложился. И Бог вынужден был истребить этот первый мир, потому что он разложился до того, до такого состояния, что мысли и помышления были, что? Жило во всякой времени. Даже Слово Божие говорит о некоторых, они не уснут, пока не сделают, зло. Вот и одолевает бессонница. Он сегодня не сделал никому зла. Как же так? Надо сделать. Они говорят, не уснут, пока не сделают зло. Вот такие были люди в то время. И Бог истребил. Судомляне глумились над Богом, над всем святым. Почему? Я уже это подчеркал не раз. Почему садомляне так развратились? Может они жили очень бедно? Наоборот слишком богато. У них было все. Это было как сад и дема. Садомляне жили материально вот так. Но развратились. Вот как сестра говорила, я говорила, я тоже был в Германии. Я говорю, дорогие братья и сестры, вот обходя ваши магазины, я говорю, что у вас течет молоко и мед. Бойтесь забыть Бога. Да, дорогие, когда все обильно, человек не нуждается в Боге. Когда мы умирали от голода, тогда Бог был близок к каждому. Каждый просил у Бога пропитание, хляд. Вот так, дорогие. А когда его много, когда человек сытый до избытка, ему Бог не нужен, вот так и садомляне. И Бог уничтожил их. Итак, дорогие, запомните, Бог поругаем не бывает. Как-то в проповеди я упомянул одно историческое событие, один подошел ко мне и говорит, Бог несправедливо поступил. Я говорю, ну это по-твоему. Я привел пример Лиссабон. Вы помните этот пример? на праздник Пасхи в городе Лиссабоне решили устроить оргии. Распяли свинью и начали бесноваться у этого креста. И вдруг задрожала земля. Люди в страхе сняли все, успокоились, быстро послали ученых, там был погасший вулкан. Они обследовали, пришли, говорят, все спокойно, можно продолжать веселиться. И они также продолжали, распяли свиньи, начали орать, крови твои мы омыты. И раздался страшный взрыв вулкана. Лиссабон весь исчез из-под небесной. Сейчас другой Лиссабон. И вот он подошел ко мне и говорит, а дети? Они же не виновны. Я говорю, а детях ты не беспокойся. Дети имеют царство Божие. А вот те, которые устроили это, они слишком огорчили Господа. Слишком. Вот так, дорогая душа, смотри, ты не можешь так поругать Господа, чтобы ничего с тобой не случилось. Даже один пьяный комиссар выскочил из Маузера, стрелял в небо и говорит, где ваш Бог? Пусть он покажется, я его застрелю. Пусть он покажется. Ну, а тут летел Аса, ударил его в лоб, укусила, а оказалась она зараженной трупным ядом, и он через несколько время скончался. С Богом не нужно было сражаться. Одна Аса его убила, а он еще с Богом хотел сражаться. Итак, дорогая душа, запомни, Бог поругаем не бывает. Мы, дорогие, скоро будем праздновать день жатвы. Что ты сеешь, то и пожнешь. Бог показывает на законе природы, что сеешь, то и пожнешь. Если сеешь пшеницу, не будешь пожинать горох. Пшеницу пожнешь. Ну, как люди не понимают. Они сеют зло, а хотят пожинать добро, сеют ненависть, а хотят пожать любовь. Этого не бывает. Чего же ты делаешь, человек? Чего ты сеешь, то и пожнешь. Да благословит нас Господь, чтобы мы сеяли доброе, вечное. Хвала ему во век. Аминь. Ставшее поблагодарим его. Господь, мы благодарим тебе, что ты еще длишь эти прекрасные дни благодати твоей. Ты еще созидаешь свою церковь. Как это будет долго, никто не знает. Ты сам сказал, когда последний живой камень вложится в домостроительство церкви, то ты как владыка закроешь двери. Это будет ужасное время. Ты сам сказал, еще не было такого на земле, что будет, когда ты закроешь двери спасения. Благослови нас, Господи, дай нам стоять на страже нашего спасения, что враг души, как рыкающий лев, который ищет кого-нибудь поглотить из нас, ты оградил нас, оградил и дал нам верность до конца наших дней. Тебе единому принадлежит хвала, единому Богу вовек, Отцу, Сына, Духу Святому. Аминь. Садитесь, дорогие ! Садитесь, ら? Наймь. Аминь. увидишь, ничего.